Для тех, кто не знает, меня зовут Евгений Филтин, я главный редактор журнала «Техносфера», и, соответственно, инициатива проведения данного мероприятия в первую очередь происходила во многом, может быть, от нашего издания. Дело в том, что существует очень такая крупная проблема, которую мы пытались в самом начале обозначили, да и выиграли ее, собственно говоря, в тематике в нашем мероприятии. Это организация взаимодействия сферы масс-медиа и технического сообщества региона. То есть вы получили такой файл, который присутствует со всеми распечатками, с планами, он называется «Информация для участников первой открытой конференции». Соответственно, в этом файле мы попытались вкратце изложить информацию о том, как вообще выглядит проблема организации взаимодействия сферы масс-медиа с техническим сообществом. То есть мы имеем крупный город, в населении более миллиона человек. В городской аглумерации работают сотни предприятия инженерно-технической среды. Соответственно, размеры их самые разные, да, то есть здесь собрались предприятия среди более крупных предприятий. Мы, конечно, рассчитываем на второй-третьей конференции, видите, средний и малый бизнес. Соответственно, общий фон информационной, общей атмосферы мы не можем охарактеризовать как положительный. И вот, наверное, это первая как раз проблема, с которой мы начнем. То есть наше предприятие, издательская компания «Директория», которая выпускает «Алтехмансфера», в январе-марте 2011 года проводило собственное исследование. То есть мы проводили опрос порядка 150 руководителей высшего среднего взгляда местной компании инженерно-технической дематики. Ну, то есть это, естественно, опрос телефонный. Он, вроде как, считается с точки зрения социологии, может быть, и не совсем показательным, но, тем не менее, информация, которую мы получили, она довольно-таки интересная. Более 65% опросенных считают, что в Омске нет серьезных инновационных технических проектов. То есть на основании чего делаются такие заявления, мы же просим, да, шифровать это все. То есть люди объясняют, что малоинформирован или вообще не знаем ничего. То есть первый момент, да? Второй момент. Около половины народа считает, что в Омске серьезное информационное обеспечение в техносфере вообще отсутствует. Ну, тут, соответственно, возникают проблемы, с которых все давно знакомы. То, что имеющиеся массовые СМИ они ориентированы, к сожалению, на низкий уровень, на массу. А Омске специализированные настолько узкие, что, в общем, они не проникают в соседние узкие такие же сферы. И порядка еще 50%. Ну, так, это не все вместе, что вместе, по-моему, все больше 100%. Это мы имеем в виду в каждом случае, да, когда 50% уверены, что в технической отрасли Омска просто не о чем сообщать медиаресурсам. Да, к сожалению, такое явление тоже будет замечено. То есть народ, который, грубо говоря, должен двигать все эти разработки и инновации, которые активно работают, говорит, что не о чем нам сообщать вообще. Что вы, ребята? Ну, зачем вы, зачем вы? Ну, конечно, не все так плохо. То есть, и, соответственно, когда мы задавали вопрос, интересно ли создать какой-то универсальный медиаресурс технический в Омском регионе, то более 70% опрошенных ответили, что да, это здорово, это положительно, они к этому относятся, но, к сожалению, пока не знают, как он может быть устроен. Вот, кроме того, есть такой момент, как, наверное, просветительская составляющая, да, то есть тут немножко может поподробнее остановиться. То есть, у меня дальше будет выступление, поэтому просветительская составляющая заключается в том, что иногда технические предприятия поддают свою информацию немножко заломно, да, и, может быть, где-то научно-покулярный уровень, который, знакомый, наверное, тем же, кто читал издания конца 80-х годов, типа техники молодежи, новой жизни и так далее, он может не стоить половую вирус, допустим, в контакте с аудиторией считательской, но для этого нужно быть же ресурсом, вот, нарухальным ресурсом, и вовлечение в информационное поле массовой аудитории, таким образом. То есть мы подходим к необходимости формирования единого информационного поля омской техносферы. Ну, звучит громко, назовем его пока «рунское информационно-техническое сообщество». Здесь должны соединяться интересы всем участников техносферы, от научных специалистов до потребителей конечных продуктов или простого жителя региона. Ну, и вот тут у нас, соответственно, мы выходим на очень проблематичный чуть-чуть – это работа с массовым уровнем сознания. Значит, разберем здесь ситуацию, то есть она тоже далека от хорошей, потому что у нас она практически кризисная, и люди, которые не являются специалистами или с техникой связаны только поскольку они вообще практически мало информированы о том, что в России что-либо делается. То есть общее состояние здесь можно охарактеризовать как довольно-таки мрачное, и, я бы сказал, даже в какой-то степени антироссийское. Достаточно зайти на любой технический форум, который для массового читателя, который существует в интернете, и обратить внимание, в какой-то анализ обсуждается любая новость позитивная, которую, простим, производители или разработчики подают. То есть все всегда ищут какой-то подвох, все говорят, что это платюнкинская деревня, все говорят, что ничего не работает, то есть это вот наше дежурное восприятие. Оно обусловлено тем, что вот на протяжении более чем 20 лет у нас население соприкасается с двумя уровнями информации. То есть первый уровень информации, как я уже говорил, это медиа масс-сектора. То есть антироссийская, антирегиональная тематика, жутки, зная откровенно, не профессионализм. Ну, когда люди пишут про авиацию, то есть там допускают такие первые, например, что, ну, грубо говоря, они все-таки в российской хозяйстве. То есть не у нас это встречается. И второй, вот это официальный медиаресурс, мы его в кавычки берем, то есть это издание, в котором переизбыток официальной и излишне рафинированной информации, которая, ну, практически позволяет вот пункту первому доминировать, да? То есть люди видят две крайности. Первое – это официальный медиаресурс, в котором у нас столько все красиво и классно, что даже не хочется в этом видеть. А в другом случае у нас имеется желтая пресса, которая все это показывает, на самом деле, все вранье, а то, что вот ребята пиарятся, ну, это как бы брехнул собственные деньги, которые прочно никуда. Вот, и поэтому, соответственно, желтизна побеждает в данном случае, она себя позиционирует как честный, поддающий правду. Мы должны иметь доступ к массовому сознанию. В итоге у нас получается, что, с одной стороны, есть разобщенное сообщество региональной техносферы, то есть представители которого по одиночке, ну, или небольшими группами, проводят точечную, скажем, политику продвижения своей информации в избранных ресурсах. И, с другой стороны, на уровне масс сформировано, опять же говоря, мощное дебетивное течение, которым умелом они были ровно те люди, в которых далеко не охота, чтобы здесь что-либо вообще получалось у кого-то. Выходом из сложившейся ситуации, ну, в данном случае, вот, видимо, его мы, да, журнале «Техносфера», может быть поэтапное формирование Омского информационного технического сообщества. Звучит это очень громко, даже с дальнейшим выходом на уровне Сибирского федерального округа и России. Что хотелось бы вообще в связи с этим как бы предложить? То есть основным объединяющим фактором для участников может стать перспектива изменения красневого или массового информационного поля. То есть, иными словами, сообщество может и должно трансформировать информационное поле, и его положить на конструктивное состояние. То есть сейчас нужны материалы созидательные, которые, как бы, возможно, самые разные формы взаимодействия в сфере медиа. Но тут, опять же, самое главное, что получилось, как уже с вышеупомянутым пунктом, когда подается рапинат, да? То есть, соответственно, нужно обсуждать какие-то проблемные вопросы, но, опять же, если это критика, то она должна быть объективной. То есть давайте рассматривать какие-то, допустим, вещи, которые у нас существуют в каждом возрасте своих проблем достаточно. Но если их подают на уровне экспертов, а не на уровне, я не знаю, редактор бульварной газеты, который знает, что это на самом деле завод, он не работает и так далее. И, соответственно, хочется в связи с этим что-то проходили как данный такого плана мероприятий конференции по обмену опытам и выпуск средств массовой информации, который, может быть, появится когда-то продукт более крупный, чем пока наш журнал, да? То есть пока журнал «Техносфера» вы видите, он у вас представлен, а это пока самое начало. Можно сказать, что тоже тест. Потому что, хотя, несмотря на срок, у нас довольно большой проект в существовании, мы начинали это всего с 2007 года, только, наверное, в начале 2011 года мы к периодике подошли. Связано это с тем, что, опять же, все эти пункты на информационном поле присутствуют. И когда, например, в данном случае, уже говоря об издании «Техносфера», да, мы выходим, например, на омские компании, начинаем с ними разговоры детальными, ну, отлично, есть вот те, кто в зале присутствует, значит, уже как бы информационное взаимодействие, они понимают, что такое. А, ну, не все это понимают, и даже больше речь, когда идет даже о рекламе, а просто о предоставлении качественных материалов. Тут очень много вопросов возникает. То есть, соответственно, это, ну, слава богу, омские научились делать качественные фотографии, тоже праздник технических сооружений и так далее. Ну, о том, как это подавать, как это писать, и насколько, допустим, когда обращается опять же универсальное техническое здание, и говорят, дайте информацию, люди не хотят просто ее давать? Непонятно почему. То есть тоже такой момент очень интересный. То есть, ну, это вот, опять же, тот принцип, что каждый варится в свои тарелки, и вот мы сегодня попытались их собрать воедино, да, и вы видите, по первому мероприятию у нас пришло порядка десяти с небольшим человеком, да, вот все, вместе с нами, с организацией. То есть, на самом деле, проблема такая, я думаю, что это вот тестовое мероприятие, наша задача на следующую такую конференцию. Но, опять же, если у всех есть желание участвовать в них дальше, и других людей сюда привлекать, то все-таки сделаем их более масштабным мероприятием, и, соответственно, получить капотенцию своего внимания. Ну, вот у меня по вопросу первому, да, как говорится, открывающему все, ответственности, я готов ответить на вопросы ваших. Филипп, а нужно сразу же? У нас немного здесь. Давайте озвучить, ну, в формате я оставлю вашему списку. Своё выступление я сейчас сосредоточу на одном крупном, я надеюсь, что вы нас слышали об этом продукте, проекте. Парк, там уже набрали региональные кластеры, то, на чём сейчас сосредоточена основная наша деятельность. Здесь определение парка, скажем так, официальное, зарегистрированное, то, что мы транслируем специалистам, журналистам. Но для массовой аудитории, естественно, журналистов должна быть другой. Ну, вкратце скажу, что парк – это так называемая новая экономическая платформа регионов Российской Федерации. Пилотной площадкой для реализации этого проекта стала наша Омская область. В Омской области оператором проекта по компании «Титан», тиражированием проекта по регионам является интернерское партнёрство Центра трансфера инновационных технологий, в Омской области создана 4 класса. Ну, я надеюсь, что все присутствующие принятели и знают, если вы видели и не знают, я там принесла с собой волшебный пакетик, в котором есть информация о нашем проекте, вы знакомитесь. Так. Ладно. Велились только раньше. Ценевая аудитория нашего проекта, конечно, широка. Всё зависит от того, как мы позиционируем этот проект. Либо мы его позиционируем в рамках нашей области и берём узко аудиторию только Омской области, не только технических специалистов, да, и только политиков, но и массово. Это всё-таки основная наша задача, потому что исследование определения звучит. Что оказывается, 65% в принципе не знают, что инновационных проектов в области нет. Ну, куда инновационные парки ищут? У меня прям большой вопрос. И второй вариант позиционирования, если мы проект продвигаем на территорию Российской Федерации и ЗАМ. Такой вот мы уже представляем этот проект на СССР в Германии. Но об этом чуть-чуть попозже скажу. Всё-таки остановимся. Ну и в зависимости от позиционирования меняется охват целевой аудитории, меняются наши направления и удары, скажем так, посредством массовой информации меняется основной посыл, месседж, который мы транслируем на целевую аудиторию, установимся на первом позиционировании. И в группе компании «Ставин» информационным сопровождением занимается информационный отдел департамента по связям с общественностью. Цель нашей деятельности является формирование информационного поля проекта «Парк». И, что самое главное, мы хотим добиться управляемости этим информационным полем. Мне хочется добавить, что вот такая формулировка, как «Федеральный проект», «Парк», «Промышленно-аграрный региональный пластер», она впервые была озвучена только в марте прошлого года, в конце марта, как раз-таки, в Германии на сырьевом форуме. С этого момента и началась вести работа со средствами массовой информации, но она была основана, скажем так, на статистическом планировании, то есть публикации были разрознены, информации для журналистов было мало, и, как следствие, очень много ошибок, невнятное представление о проекте «Парк», как у самой и у самих журналистов, так, собственно, и у той аудитории, которая, как или иначе, сталкивалась информацией о проекте. Ну, здесь также стоит отметить, что работа со «Смит» целенаправленно не велась. Наша главная задача в этой ситуации было задействовать очень, так сказать, целевой аудитории, это политики и технические специалисты и руководители тех предприятий, которые находятся в зоне интересов проекта «Парк». «Парк». Понятно, что это больше тактическая работа по поиску инвестиций в проект, по поиску поддержки у власти, чего мы добились всего только с ноября 2010 года. Была создана пиар-стратегия продвижения, была создана площадка для реализации этой стратегии, были разработаны коммуникационные мероприятия, которые мы начинаем буквально с завтрашнего дня реализовать на территории города и области. Так вот, задачи. Естественно, связанные только со СМИ, раз мы уже сегодня об этом говорили, информационного отдела, я в такой вот формулировке для формирования компетентного парка образованного журналистского полула и общения с различными сегментами телебогруппы через средства массовой информации. Функции, но они тоже стандартные, как и всех пресс-служб, мы информационное сопровождение мероприятий, группы компаний Титан, естественно, связаны с проектом парка, написание пресс-релизов, работа с обращениями СМИ, естественно, мониторинг СМИ, жесткий контент-анализ, и управлять информационными полями. На сегодняшний день журналисты официальную информацию о проекте ПАД получают вот с этих четырех интернет-ресурсов. Официальные сайты Титан, правительство Омской области, Центра инноваций и партий «Единая Россия», поддержка которой мы ему заручились. Ну, плюс, естественно, наши информационные агентства отпечатывают информацию друг друга, при этом информацию немного другу делают, появляются тысячелина раз ошибки, но я вот снова к проблемам. Возвращаюсь. Сразу теперь идут к аналитике такой, да, вот динамику публикаций с конца марта, когда принялась формулировка парк в промышленном аграрном региональном пласти. И вот публикация у нас вот так вот прыгает. Прыгает у нее, естественно, в зависимости от того, каких предприятий будет представлен этот проект в парк. Информационная, более неустойчивая, и мы анализируем не только количество публикаций, естественно, контент, причем контент инализируется у нас жестко, скажем так, молодежным языком. И проанализировав, сколько публикаций по инициативе пресс-службы, сколько публикаций по инициативе средств массовой информации, сколько ошибочных публикаций, мы анализируем информационное поле на настоящий момент, ну, управляемое, ну, примерно на 65%. Нам, конечно, хотелось бы больше. Ну, этот анализ показал, это даже не столько для чтения, сколько вот характеристики проекта парк, как медиапродукты. Все-таки проект парк, производственный инновационный проект, это один продукт. И проект парк, как медиапродукты, это совершенно другое. Мы определенные посылы составляем, отправляем здесь, вот из представленных тезисов, даже не тезисов, а их утверждения не все правильные. Они здесь правильные, примерно на 80%, но это то, что сейчас транслирует средства массовой информации. Вот. И... Закончил я там опыт, теоретическую часть работы Бересслужбы со средствами массовой информации, все-таки хотелось обозначить некий круг проблем, которые, отчасти Евгений уже озвучил. Первое, это, естественно, некомпетентность журналистов и нежелание увлекать в производственные процессы, я думаю, не только нашего проекта, но есть что-то, говорю, от своего родца. Это вот необразованные в техническом плане журналисты, которые и не соблюдающие, скажем так, профессиональный кодекс, когда мы пишем материалы и удосуживаемся уточнить информацию в пресс-службе компании и печатаем то, что мы думаем правильно. Второе, такая больная наша тема, это желание многих с ними размещать проект, размещать информацию в проекте на планную основу. Вот мы, да, как инициаторы информационных поводов считаем, что, ну не считаем, оно только есть. Наш проект не только регионального значения, наш проект федерального значения, и, может быть, это следствие пункта первого, но очень часто нам предлагают размещать информацию на платном основе. Естественно, это затрудняет наши коммуникации с массовой аудиторией, поэтому я, конечно, все понимаю. Если вы, это палка как будто от двух концов. Если, скажем так, средства массовой информации откажутся от работы с нами на бесплатной основе, то, собственно, они решатся определенным эксклюзивом. Если они согласятся с нами работать постоянно на бесплатную основе, то они тоже лишают у своего хлеба. Такая палка до конца проблема, которая есть, касающаяся не только нас, она везде такая. И, собственно, очередная проблема вследствие пункта второго невозможность реализовывать со средствами массовой информации полноценные, интересные, инновационные, информационные проекты. то, что хотелось бы. Может быть, это удастся в рамках нашей ассоциации, скажем так, назовем, потому что не состоялось, да? Вот. Может быть, это каким-то образом получится. Вот. Это вот мои пожелания, мое поступление. Я закончила, конечно, в принципе. Поэтому готова ответить на ваши вопросы. Скажите, вы могли бы отметить какие-то СМИ, которые все-таки вникают в вопросы? Все мы знаем ситуацию омских рынков средств массовой информации в Омске. Половина, ну, определенная часть принадлежит правительство Омской области, и эти средства массовой информации, скажем так, в обязал, входят в наш журналист. То есть, не будем называть, да, каждого, но они все присутствуют на тех мероприятиях, которые связаны с парком. Они не вникают. Я не скажу, что они не вникают, потому что все вплоть практически до тех публикаций, которые выйдут в эфир или выйдут в печатную версию издания, готовили мы. То, каким языком мы это передаем, то так это и транслируется. Журналисты, я даже вот из телевизионщика, ну, на 12-м канале не смогу назвать одного журналиста, который занимался бы только нами, который бы вникал в этом все, в этом все разбирался. нет. Прискорбный. 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 Ужас. А почему уже это прискорбный? Вы, как бы, люди, слышат то, что вы транслируете, правильно? Вы передаете журналисты так, как нужно вам. То есть, теми правильными словами. Я уже скажу, что не всегда. Не всегда. Придется ее называть. Ну, например. Есть очень вещества. Подожди, все в зале сидящие прекрасно понимают, какие из них. Хорошо. Возьмем Омстин Форн. Агентство, которое на нашей стороне, скажи так, да, готово транслировать нашу информацию. Но иногда журналисты понимают, что если они будут просто во всех своих источниках перечитывать наш пресс-релиз, то информация потеряет свою уникальность, собственно, определенный интерес. Они начинают эту информацию переделать. И одна из основных проблем то, что они не обращаются к нам в пресс-службы. Они не возвращаются к нам, чтобы этот материал вычислить ошибки, расширить этот материал, пресс-релиз, в конце концов. Все-таки пресс-релиз это не конечный журналистский материал, так как у нас частенько делается. Хорошо. Это понятно. Я расскажу про наши именно наши медиаресурсы, которыми обладает наша служба. Может быть, готовы поделиться опытом, готовы отвечать на вопросы. Что у нас есть? Традиционно это есть наша корпоративная газета, называется «Газет Сигнал», которая в этом году будет писать 57 лет. «Газет Сигнал». Ну, то есть, собственно говоря, она большинство из наших народов. Затем есть заводское радио. Новости, сводки с полей, поздравления и так далее. Любые слова. Это вот две такие знантатные. То, что там годами выжилось, не выжилось. Третье это наш сайт заводской www.ru.ru И я думаю, что таким набором обладают все Все прислужившие предприятия. Что у нас есть? Мы делаем ставку на интернет-СМИ. В интернет-СМИ большой контент будет так. У нас, помимо этого традиционного, что я перечислила, у нас есть блог Совета Молодых Специалистов, у нас есть сайт Профсоюза Радио Заводления Попова, у нас есть блог Профсоюза Радио Заводления Попова, у нас есть сайт отдельных продуктов, у нас есть твиттер, в общей сложности 8 штук, у нас есть непосредственно интернет-радио, радио Заводления Попова. Через эти все продукты, это наш большой контент, мы через них, сейчас скажу, что это делаем, мы выполняем через эти все контенты две главные задачи. Это продвигаем эмоциональные разработки наших предприятий, и освещаем деятельность нашего завода, и привлекаем молодые кадры для работы у нас на предприятиях. Ни для кого не секрет, что нехватка огромной стране квалифицированных международных кадров. Это не модно, не стильно, не пестижно, президент бунтует, в общем, мы присоединяемся к этому всему, даже, знаете, не то, что высшее образование, да, а не хватает прослойки среди специального образования. Это большая проблема. Вот с помощью всех, всевозможных социальных сетей, мы есть везде. Твиттеры, контакты, фейсбуки, автопастники, вот все, что придумывают, мы тут же там же. Через это мы, ну, целевая аудитория, понимаете, да, что с 30 до 30 и дальше уже, ну, какое-то пожелание. У нас с 20 до 35 лет. То есть, мы на самом предприятии считаем, что молодые люди, молодые специалисты до 35 лет. Ну, не так, как во всей российской генерации, до 30 лет. Вот, мы привлекаем очень активно. Вот, что еще раз сказать? Сейчас, 25 лет. Да. Сейчас у нас в тестовом режиме уже, и еще тоже вот такое наше ноу-хау, мы в тестовом режиме, у нас год начинает работать наш информационный портал hpip.ufo. Он будет объединять вот эти вот все наши контенты, то есть, станет основной точкой входа, ну, на наши все социальные штуки, такие и другие. Вот, там же, на этом, на нашем портале, вышел вот первый номер инновационного журнала технического, научно-технического. То есть, мы туда нужно после месяца, соответственно, выпускать. Ну, вот, все, что бы вам хотелось, спросите и готовы все рассказать. Преувеличиваете где-то там что-то, опять же, пытаетесь рафинировать, но тем не менее, говоря вашему руководителю непосредственно, да, генеральному директору завода, я думаю, что на время человека, он очень активно себя позиционирует в медиа-сообществе в Омском, и вообще практически вот в интернете. Да, то есть, много где он будет. Да, то есть, ну, в России, мы сейчас именно говорим про Омск все-таки, то есть, я пока вот так вот срезаю, как бы это вообще российский уровень. Вот, и вот, наверное, может быть, я так понимаю, вся энергетика идет оттуда все-таки, да, по большей части? Ну, конечно, да. У нас, генеральный директор, он очень много. Да, опять же, говорил, это его возраст, да, или что-то. Какими силами все эти нормативные направления? Сколько человек? Сколько человек? Сколько человек? Сколько человек? Сейчас тоже посчитаю. Шесть, несколько, пять, пять. Пять? Да, ну, даже три непосредственно, которые сидят, ну, и включая, надо изучать, а мы сидим на интернет, всех ресурсах, и редактор газеты. Вот. То есть, вы сами имеете все эти, мы сейчас имеем большого количества блоков, у вас они стоим за молодежью? Да, конечно. А мы не можем редактировать, то есть, хотят, пусть пишут, пока не видят. Ну, то есть, это и со мной шло у вас что-то стоит. Ну, а зачем? Это же не только так вот. Да? Ну, Дону Николаевичу, вопрос касается к интернету. Вы назвали достаточно большое количество своих инструментов. Да. Это замечательно. Появились ли у вас проблемы, связанные с тем, что светусь и общение клиентов с клиентом, и пятосовское предприятие где-то рядом создают площадку, когда люди начинают вести какие-то взаимовыгодные переговоры, уже создают такие вещи, которые вам не будут? Как вы регламентируете со своей стороны общение с клиентом? Как вы корректируете свой брат в глазах? Есть ли у вас какая-то комплекс? Я вас слушаю. Давайте я поясню. Ради Урода Купакова мы обороним предприятия. Хорошо. Обсюду. 95% нашей продукции это оборонный коз и государственный оборонный заказ. У нас 5% это очень легко вступить, потому что у нас помимо нас есть еще стыдер маркетинга и всяческие стыдеры. Ну, то есть, чтобы вы понимали. Почему у нас так много всяческих проектов, как у директора? У нас очень молодой директор, у него очень много всяческих социальных инициатив. То есть, там контактные проекты, данные проекты, и всякие другие. То есть, мы опять тоже сочетаемся. Сколько это всего? Ну, в акции. То есть, может быть, я вопрос... Пытаюсь вопрос, пожалуйста. Более кратно. То есть, при общении в сексуальных сетях, в которых вы сделали акцент, возникают взаимонеприятные рециденты? Ну, просто удаляют жизнь. Ну, конечно. Если честно, я вам скажу, почему это скоро приведет? Нет, ну, возможно. Я же не отрицаю. Нет, спросите. Зачем вступать в полемику? Это не полемика. Я просто хотел узнать, есть ли у вас это, если это есть, что вы с этим делаете? Ну, у нас так мало. Потому что у нас, ну, на самом деле, мы, как бы, знаете как, стараемся, ну, не то, чтобы его наносить, там, мы в любой из 2 есть 40. Мы его стараемся выносить, и всегда, ну, по большей части, у нас всегда все хорошо. Мы всегда рассказываем про это только хорошее. Нет? Ну, может быть, просто у вас не возникало таких проблем? Ну, давайте я расскажу. Я вот открою на секрет, скажи, можете все пойти и посмотреть. Сайт Водопис опять. Ну, там есть. Там форт, да. То есть там перемывание костей по всем прошлистам. Ну, неприятно. Ну, все взрослые люди, да? Как водители. Мы, ну, как бы, смысл. Смысл вступать в полемику или просто нет? Зачем? Сописать Водопис. Ну, если ты хочешь мне что-то прийти спросить, что там есть, ты их на 900 пройди спроси. Вот это вот интернет, ну, оно сегодня есть, завтра я убрал бы раз. Ситуационный подход ваш, который вы здесь сейчас всем озвучили, он может быть здесь и сейчас вообще целью позволяет достигнуть, но вот в отдаленной перспективе, когда web 3.0 уже будет, вот когда контент будет генериться уже на уровне средних копирайтеров простыми пользователями, потому что они по 5 лет просидят в клубах, вот тогда рой негатива будет настолько большим, и он так резко будет роиться вокруг маленьких сорок. Возможно, так и будет, как вы говорите, но у нас есть, опять же, специально обученные люди, которые, я думаю, что люди могут что-то делать, и всех научат, и мы всех негативных персонажей. Вот так. Ну, я просто, понимаете, мы, ну, как бы, зачем думать про то, что будет через 5 лет, когда сейчас куча решенных задач вам на ближайшую неделю, и может постоянно что-то сделать. Есть проблема, мы ее решаем. Довольно оперативно. А просто повезло, что у вас негатива негатива, можно ли вам скрывать глаза? Нет, ну, правда, на самом деле, у нас, я не знаю... У вас непорядочный и воспитанный сегмент? Ну, я думаю, вы понимаете, завод, да, все очень порядочно, все очень воспитываю. Если бы ваша информация касалась непротерпуалов, воспитывая лагеров... Ну, это возможно, я не исключаю. Вот у нас билы прибыли, это неправда, какие-то, ну, либо нормы удаления, ну, зачем? Потому что у каждого, каждый человек у себя точка мнения, и, как-то, на этот банк будет доказывать, что у вас это неправда. Все, где-то, ну, нет. Скажите, ну, тогда, вот, по ходу, у профи родился уже болеет на ПУП, но тоже по этот день. Вот аудитория ваша внутренняя, ваши работники, они задействованы в ваших аккаунтах? Ну, в смысле, вы видите, их посещают или не пишут? Вообще, то есть, они задействованы. А они себя там как... Расскажите про этот модель проведения, с чего они хотят задеться на ваших аккаунтах? Чем они там, как говорится, занимаются? Что они хотят на моих аккаунтах? Ну, лишь активно, например, в Твиттере, который есть, есть люди, которые постоянно комментируют для нашей работы. То есть, у нас все равно молодежь, ну, вот сами говорят, потому что, как бы, у нас, получается, процентное соотношение молодежи, чуть меньше, чем процентное соотношение, а у людей, ну, там, будет 40-40-40-50, они все-таки поменьше. Вот, активно, мы читаем все новости, комментируем, что зачем совершать чемпионат? То есть, мы, я еще просто, пока пополновалась, попроснела, забыла рассказать, что наши Твиттеры разделены современной заводкой Твиттера, да, мы не только, как бы, новости к свободу, там, обсуждаем, и так далее, да, обсуждаем, что сейчас встречаются новости, там, мировой промышленности, мировой новости, да, всякие войны, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, вот. Там у нас слышали уже последователей, что там есть, и так далее, 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 и так далее. То есть, активно молодежь, очень активно, понимаете, и вот это общение, вот когда ты точно работал, звонка, звонка, и, ну, интернета сейчас она, одна из больших отходов. Как крутая докладов следующая? Две основных идеи, которые пытаются навести через наш канал. То есть, тактические процессы Цели маркетинга, как вообще они могут быть представлены, корпоративный СМИ, который у нас есть, и серия успехов, которые можно привести в пример использования как партийных СМИ, Так, это практический процесс и целемаркетинг. Представим себе любой рынок. Каждый для себя какой-то рынок, на котором он работает, знает, но можно просто взять средний рынок, на котором можно попытаться пофантазироваться. На этом рынке в 2009 году работало 9-7 компаний. Три из них мелкие, три средние и одна крупная. По вертикальной шкале показатель CQV – это средний рост конверсий. Конверсия – это конвертация от коммуникаций в продажу. То есть при, допустим, посещении сайта, либо обнагомлении с корпоративной газетой, либо в каких-то других контактах возникает итоговая конверсия, которая отражается на объеме продажа. По горизонтали – средняя стоимость контакта, которая была затрачена на организацию коммуникаций, которые предъявили конверсию. Вот в 2009 год. Год был сложный, очень сильно надавил экономической кризисой. И компания, в данном случае, в кружочке, крупность круга – это объем ресурсов маркетинговых. То есть бюджет, человеческие ресурсы, время, то есть все маркетинговые ресурсы, какие использует компания. Вот располагались компании на рынке таким образом. Что же будет в 2010 году? Как можно строить будущее в маркетинге и в компании на будущий год? Допустим, ситуация изменилась таким образом. Компании средние все начали увеличивать бюджеты, потому что экономический кризис, как бы, случился, выделили новые ресурсы. Маркетинговые службы начали увеличивать количество коммуникаций, и это в среднем увеличило среднюю стоимость контакта. Показатель конверсии не вырастет сразу, потому что эффективность рекламы сразу не отслеживает. И увеличивать этот показатель в краткосрочной перспективе практически невозможно. Некоторые компании, они попытались это сделать, но ввиду ограниченности ресурсов они как бы не слишком сильно смогли изменить свою позицию. Причем достижения целей компании в области маркетинга зачастую не так просматриваемых в таком стратегическом процессе, потому что хорошо бы было нарисовать какую карту с точки зрения других показателей. Например, когда по вертикальной шкале были бы отдачи на инвестиции, а по горизонтальной шкале, например, могла бы быть бренд-компания. Либо какой-то такой показатель, который влияет на доверие к продуктам компании. Поэтому картинка в данном случае, она однобокая. Для чего я пытаюсь это все показать? То есть сами коммуникации и медиа, которые в данном случае используются при изменении позиций, то есть перемещении пушков на карты, они должны быть выбраны изначально с точки зрения целей компании и целей маркетинга, которые каскодируются по цели компании. Этот процесс комплексный и влияние всех сил очень важно. Причем важно не только влияние сил маркетинга, но и влияние сил конкурентов. Это уже задача не маркетинговая, это уже задача стратегического анализа, а задача менеджмента компании. Вот тут вот интересный слайд для меня. Я его здесь прочитаю. Как поведут себя компании в 2011 году. Анализ позволяет понять, как действуют конкуренты, то есть оценить их перемещение по определенным показателям. И оценить одновременно и свои, и конкурентные ресурсы и возможности. А также определиться с ключевыми факторами успеха, которые влияют на достижение цели. Изменение позиций происходит в результате усилий компании и предполагаемом направлении стратегических целей компании своей, компании конкурентов. Изменение позиций позволяет, изменение позиций может добиться только если компания целей в себе поставила именно такие, которые позволяют изменить эту позицию. То есть часто бывает в компании цель увеличить продажу, выйти на новые рынки, захватить какие-то рынки, сохранить свою позицию. Но вот изменение позиции с точки зрения вот этой карты, это должна быть внутренняя маркетинговая цель, которая реально должна скодироваться от главных целей компании, потому что иначе перемещение в этой среде не получится, потому что руководство будет хотеть нового. Поэтому тут нужно убедить его. По поводу 2011 года все компании сейчас вообще обращают внимание на интернет. Какие-то еще в 2008-2009 году начали смещать коммуникативную пропорцию в сторону контента в интернете, начали перераспределять бюджеты в сторону интернета, потихонечку подбирали специалистов, учили их, создавали новые сайты. И это все постепенно, постепенно, постепенно выразилось в переход в 2.0, который сейчас уже, мне кажется, есть. Что это для маркетологов дало? То, что появилась вот эта вот как раз среда, в которой я спрашивал предыдущего докладчика. То есть B2B, B2C, государство для государства, государство для клиента — это люди, которые были. Но вот C2C, он появляется на стыке перехода от веб-1.0 к веб-2.0. То есть когда клиенты имеют возможность созданную нами как продвиженцами обсуждать наш продукт самостоятельно, без нашего ведомого лички. То есть мы знаем, что они об этом думают. И мы даем этот путь, как бы понимание вообще наших продуктов. А это, с одной стороны, очень хорошо, потому что это позволяет собрать этот путь у себя. Но это очень опасно, потому что, возможно, негатив остается за грани отслеживания правильной связи. Мы его никогда не узнаем, если эти люди будут осознанно от нас его скрывать. Вот чтобы построить картинку на 11-й год, на самом деле, нужно постараться предвидеть будущее. То есть представить, как поведут себя конкуренты, узнав цели предприятия, понять, куда движется предприятие, в котором работаешь, и как поведут себя конкуренты, чтобы относительно своей работы собрать информацию. Какая-то аналитика в данном случае постоянно собирается, а какая-то аналитика будет собрана в процессе самого стратегического анализа. И вот этот процесс позволяет как-то увидеть будущее. Теперь по поводу корпоративных служб. Вот наша корпоративная газета у всех на столах. Корпоративных служб инполирует несколько. Это корпоративная клиентская газета, интернет-сайт, радио, а также это еще одно печатное издание, которое направлено именно на аудиторию технических специалистов. Оно выходит в приложение в корпоративной газете и с точки зрения журналистской работы готовится именно по данному типовую аудиторию совместно с специалистами, которые занимаются техническими вопросами. Чтобы, скажем так, все-таки аудитория технических специалистов была специфическая. А внутренней аудитории, кроме технических специалистов, они, скажем так, позволяют все-таки использовать один меню. Корпоративная пресса, корпоративное издание, собственные корпоративные службы, корпоративно-клиентские службы. Это некая градация, которая позволяет от крупного чего-то масштабного, что трудно на самом деле создать и как-то эффективно настроить, но корпоративно-клиентское, если мне, это что-то более спущенное на землю, более реальное. И в 2011 году, мне кажется, крупное промышленное предприятие вынуждено обладать корпоративно-клиентским СМИ, потому что специфика общения аудитории с различными компаниями, для того, что покупатели, которые являются либо работниками, либо просто внешней средой не заинтересованы, они перенимают этот корпоративный дух, который должен передаваться через что-то. Особенность корпоративно-клиентских СМИ и Куломир, да их адресованность как сотрудников, так и заказчиков. В странице газеты можно встретить информацию о внутренних событиях предприятия, также важную для потенциальных заказчиков в будущем, которая будет отражаться через, например, историю успеха. Также о каких-то аналитикименовациях или сурданных новых приборах информация будет в то же время важна не только для внешних потенциальных заказчиков, но и для внутренней аудитории конкретных работников, которая приняла участие не просто в создании самого прибора, а в создании самого материала в газете и чувствует свою сопричастность. Материалы газеты — источник информации для сайтов, потому что генерация контента для интернета — это задача достаточно специфическая, и на нее влияют цели продвижения в интернете. А вот если источник контента является газета, то возникает запас ресурсов на создание контента на сайте. Единственное, что цели продвижения в интернете в данном случае должны быть реальными, потому что очень часто реальность этих целей определяется временем. Цели часто ставятся в наград, потом оказывается, что они стоят на пять лет, потому что они изначально были достижимы. Газета «Энголомир» является полным отражением философии компании. Предприятие свой фирменный стиль не случайно в таком формате, очень дифференцирующем предприятие от внешних окружений выбрало, потому что существующая позиция компаний на федеральном рынке — это хай-тек. Это модно, это современно, это инновации, это понимание соединенного уровня. Это не так, потому что однотипность дизайнерского мышления в хай-теке обоснована тем, как их научили в вузах, как они набрались опыта в работе, как они постепенно доросли от каких-то фрилайсеров и каких-то квалифицированных специалистов в каких-то СМИ. Однотипная модель поведения. Они творят, может быть, креативно, но в рамках какой-то заданной концепции, которая сквозь них прошла еще до того, когда они стали этим специалистами. А вот в данном случае обращение к каким-то исконно русским ценностям, связанным с теми же самыми узорами, с теми же самыми элементами царской России. Они затрагивают струны в душах людей, которые невозможно затронуть элементами хай-тек дизайна. Вот это является самым необычным преимуществом вообще корпоративной газеты интернет-сайта, потому что в их дизайне использованы вот эти вот пускулаты. С точки зрения наполнеемости газеты интернет-сайта, в газете хотелось бы отметить, что ролики, которые в ней представлены, они выбраны с точки зрения заинтересованности больше внутренней аудитории, потому что через газету идет информирование, происходит информирование о прошедших событиях. Газета выходит как раз в пропад, поэтому зачастую большая часть сотрудников, которые находятся на тренинге в токе работы и не находятся в предприятии, просто в том, что не задействованы в процессе этих каких-то ивентов, она получает эту информацию последовательно только так. И люди к этому привыкли и рады тому, что они знают, что раз в квартал, они получат реальную картину прошедшего недавно события с участием их коллег. Причем в написании материала будут участвовать именно те люди, которые были задействованы в проведении самих ивентов. То есть человек, в данном случае, выступает не просто субъектом информационных поводов или самих ивентов, в частности, он выступает таким самым. Потому что цели, которые можно достигать через газету, не всегда соответствуют потребностям людей, которые эту газету читают. В принципе, все рубрики сбалансированы таким образом, чтобы вся деятельность предприятия в необходимом, не сжатом огне по функционалу от дема до дема. То есть результаты текущих каких-то внутренних производственных соревнований. Какие-то новшества, которые на вас как сотрудники инноваторы придумали. Например, касательно снижения затрат. Какая-то новая, может быть, схема улучшения проведения какого-то производственного процесса, которая позволяет сократить ресурсы. Еще к своим сторонам газеты я бы причислил новые рубрики, которые создаются на основе рекомендаций своих читателей. И рекомендации эти мы получаем за счет того, что проводим конкурсы в газете. То есть читатели адекватно, но модель поведения у них просто уже сложилась, то есть они достаточно активно участвуют в конкурсах, доставляют фотографии, пишут какие-то заметки. И в процессе подачи материала они подходят на питание, которое позволяет корректировать вектор управления информационных поводов в ЕГУ. Также хотелось отметить то, что все сотрудники зачастую получают в газету единоразовую группу и раз в квартал. То есть охват внутренней аудитории предприятия достигается за счет того, что мы заранее планировали, что какая-то часть тиража должна полностью быть распространена среди работы. То есть у нас нет такого, что мы можем предполагать, что какая-то часть аудитории может распространяться в области предприятия. И в приключении доклада вот такой вот слайд назвал его историю успеха. За счет чего, по моему мнению, складывается успех продвижения как такового. Вот в данном случае на примере интернет-сай. Первое, самое важное, это квалификация разработчика именно с бизнес-образованием. То есть это не программист, который умеет создавать то, что вы хотите. Это консультант, экономист и программист одновременно, который понимает не только то, что он может создать, но еще и оценивает применимость этого паркетингового инструмента в вашей внешней и внутренней среде. И дает вам какие-то консультационные направления, которые вы сами можете потом исследовать данную сущность, доразвить и выйти на какие-то следующие ступени развития своего проекта. Ну, стратегический анализ, который позволяет видеть влияние конкретного инструмента на стратегию компании. И на переход на тех картах, когда были кружочки, из одной позиции относительно каких-то показателей, которые в конечном итоге выражаются от денег, в другие части этой карты с увеличением какого-то результата, его уменьшением. Если действия и стратегия не позволили эти цели, более того, изменили ситуацию в лучшую сторону. С точки зрения сайта, обратная связь и веб-аналитика — немножко разные вещи, но они должны быть заложены по одному тому же принципу. То есть изначально веб-аналитика позволяет оценивать посещаемость, используя различные программы, позволяет собирать какие-то срезы с точки зрения целевых аудиторий, которые идут с посетителями. Но этот подход в эпоху Web 2.0 начал уходить как бы в миге, потому что появились инструменты, которые позволяют не только статистически оценивать трафик, но и с точки зрения модели поведения. То есть в ходе того, что можно видеть карты кликов на сайте и понимать, что вот на этой странице пользователю неудобно кликать вот сюда, поэтому это не ведет к конверсии, которая влияет на увеличение продаж. То есть это позволяет увидеть модель поведения, которая есть у пользователей, и под нее изменить дизайн. А это будет уже каким-то правильным управлением развития самого проекта. А что касается сайта, есть у Вас какие-либо разделы? Я, к сожалению, так получилось, что в докладе не стал использовать стримы. Подробное описание на сайте. Я хотел услышать вопросы и по вопросам дать информацию. Сайт сделан по принципу внутренней среды. То есть на сайте есть возможность регистрации и входа во внутреннюю часть сайта, защищенную, интернет. В этой внутренней части сайта пользователи могут пользоваться дополнительными инструментами. Интернет-магазин, техническая поддержка с конкретным прохождением обращения. То есть пользователь не просто оставляет его, а он видит, как это сообщение отрабатывается. Там зеленый-желтый-красный кружочек дает ему понять, что его сообщение в какой-то стадии обработки находится. Также сервисы связаны с различной настраиваемой рассылкой новостей с сайта и, к первому сказать, ну, наверное, блок, корпоративный блок пользователя. Просто эта функция, она пока не используется, но она есть. Потому что аудитория сайта, она растет нестабильно и не является... Аудитория сайта именно зарегистрирована пользователем. Она не имеет пока какой-то прогнозируемой реальной цели к росту. То есть она то растет, то уменьшается, пользователи могут вести себя неадекватно, могут зарегистрироваться просто потому, что они в данный момент зарегистрировались. То есть на первом этапе давать этому ядру пользователей все сервисы нет смысла, потому что они будут вести себя хаотично. Когда ядра пользователей будет сформирована, я думаю, это в конце 2019 года произойдет, с ними можно будет начать уже отдельную какую-то коммуникационную работу. И какая-то стратегия в этой аудитории должна быть своя уже, потому что эти пользователи, они будут отдельным коллективом, и они должны получать от сайта намного больше, чем те, которые просто туда пришли. Сами. Сами. Один из битрикс здесь. Ашебис. Ситки у меня про битрикс. Это один из последних слайдов, вот он и вот такой. Все мои начертные записи, мой ник, готов делиться опытом, создать интересные вопросы. Всего за внимание. Благодарю, что меня в офис позвали. Я об этом узнала совсем недавно. И, конечно, это все издержки начала. И, наверное, адрес там очень правильный для такого мероприятия. Это технический университет, имеющий экономический факультет, имеющий гуманитарный факультет. И я, вообще-то говоря, журналист 20-летний, скажем, кто практически не знал, чем про пиар, и оказалась музея около десяти лет назад, более суток. И теперь как бы преподает. И, вы знаете, я вот все эти годы задавалась вопросом, почему нет горизонтальных связей в таком шикарном университете. Но вы не можете себе представить степень плосности, степень зацикленности вот этой системы большего профессионального образования, который, кажется, сейчас начинает разрушать. И дай Бог, чтобы на этих крылинах что-то появилось обукватное по требовательности времени. Потому что, конечно, идеально было бы, если бы наш университет позиционировал себя как технический, мощный, умеющий современный, готовящий современные пабли со своей инфраструктурой. То есть, с пресс-секретарями, которые знают, как писают по техническим схемам, да? С экономистами, которые могут процессы производства, технические вопросы подкреплять какими-то управленческими схемами. Но вы, друзья мои, об этом можно только читать и видеть сны. Потому что вот снизу вот эти все горизонтальные связи налаживают, но практически у меня получается очень плохо. Все. Может быть, мне не хватало моей энергии, может быть, не хватало еще чего. Но в любом случае я, конечно, признательна руководству нашего университета за то, что вот эту тему поддержали и дали возможность у нас здесь провести вот это мероприятие. Я несколько слов скажу вот в том смысле, в каком меня ориентировали по этому вопросу. Меня, собственно, ориентировали, и я ожидала, что здесь будет сидеть аудитория вузовская, разных вузов там и так далее. Поэтому очень коротко скажу, чтобы у вас не по мне получилось слушать. Значит, подготовка кадров по той проблематике, о которой мы сегодня говорим. Лицензированные специальности, прикладная информатика по отраслям, менеджмент, защита информации, библиотечное дело, научно-технические библиотеки. Это ведь тоже техническая информация, и с ней работают библиотекари. Это журналистика, журналисты, которые пишут на технические темы. Это связь с общественностью. Наши выпускники работают, распределяются в научно-технические центры. Я помню, как одна из первых наших выпускниц оказалась в таком коллективе, где исключительно научно-техническими делами занимается. Она очень боялась работать там, но освоилась достаточно быстро. Но практически ни одна из названных мной специальностей, ведь она не удовлетворяет тому, чем сегодня идет речь. То есть, наверное, жизнь заставляет думать о каком-то новом профиле подготовки, о каком-то комплексном профиле подготовки, в каком он мысли будет. Мне очень трудно сказать, но сегодня выход может быть один. То есть, на базе прикладной информации какая-то система дополнительного образования, что-то вроде курсов или еще что-то, чтобы человек мог работать со СМИ, популяризировать. На базе защиты информации тоже можно это делать. Это можно делать в журналистике, когда журналистов приобщать именно в технической сфере через систему дополнительного образования. То есть, я сегодня вижу вот такой пока выход из ситуации, чтобы у нас все-таки было больше специалистов, которые бы способны были озвучивать обществу техносфер. Так я самым другим образом, может быть, сформулирую это. Что касается нашей ситуации, которую я вот увидела сегодня в процессе обсуждения. Чего мы, собственно, хотим? Мы хотим, чтобы техносфера нашего богатого, очень разного рода инноваций города, технической инновацией была открыта в обществе. Но в той мере, какой это возможно, да? Без ущерба для государственных, тайных и прочих. Конечно, это важно. Это, ну как бы, важно и для получения престижа нашего региона, нашего города. Это важно вообще для нашего самоощущения. Всегда хочется гордиться тем местом, в котором ты живешь, где ты работаешь. То есть, во всех отношениях важно. Но какой здесь путь для решения этой проблемы? Не как-то вот в сторону проектного все это видится. Потому что я соглашусь с Евгением, что уговаривать власть вот это возглавить, там, нажать кнопку. Конечно, это путь для каких-то решения проблем. Потому что у нас очень сильная исполнительная власть в стране, и от ее воли многие вещи зависят. Но где-то надо пробовать и тот путь, про который говорил Евгений. Здесь вот, может быть, сегодня возможны два варианта. Это вот создание РНКО, некоммерческой организации по этому направлению. Это очень нехлопотно, затратно и, может быть, трудно будет в ближайшее время. А есть еще такая форма клуб. Может быть, пока открыть такое клубное пространство, клуб «Техносфера» на базе вашего журнала. И придать ему вот такой характер, как бы, в перспективе, там, вырасти в НКО. Все-таки сегодня вот мы, собственно, с вами в клубной атмосфере и собрались. В леднице-пертолоках? Да, да, да. Вот это тоже форма. Но мне бы очень хотелось, как человека, который, в общем-то, прожил жизнь и многое думал, и думал, и думал о том, что сегодня у нас есть и как. Поверьте, не потому, что я преподаю связь с общественностью, а поверьте, что этот тренд времени, который в Омске, к сожалению, именно для технорями не очень особенный, что сегодня очень мало хорошо работает. Сегодня наше время очень важно сделать так, чтобы об этом знали. Об этом нужно также хорошо уметь рассказать. И вот этой инфраструктуры, обеспечивающей трансляцию того, что делается, нам не хватает. Вот эта трансляция, она в руках, в общем-то, специалистов посреди сообщественности. Но это профессия обрубанная. Вот скажи, кому пиар все сразу кошмар, решетку выстраивают, а ведь цивилизованное понимание пиар есть. Многих не хватает. И вот как раз вот этой инфраструктуры не хватает, мне кажется, многим вещам, которые связаны с техническими делами и так далее. Мне бы очень хотелось присутствующим пожелать удачи в своих основных делах и в том, чтобы на миссионерской основе вот это доброе дело нашло продолжение. Я в свою очередь, но вот Владимир Иосифович подошел, наш руководитель кафедры, и, значит, я очень благодарна вам, Владимир Иосифович, что мы сюда отправили. Я думаю, что мы могли бы помочь студентам, то есть мы могли бы как-то найти людей среди студентов, старших курсников, которые бы стали информационно сопровождать работу этого клуба или там сообщества, которые... Ну вот, все, что я могла бы все рассказать. Спасибо. ...про техносферу поговорить немножко, да? То есть заключим в маленькой нашей презентации, что такое техносфера вообще. Ну, в принципе, все уже знакомы, все журналы видели, но заключение немножко о нем, да? То есть краткая история журнала, то есть все это появилось в 2005 году в голове Сергеевича Белкина и людей из группы компаний СТВ. Вот. Была у нас такая интересная задумка о том, с ней сделать первый технический гранцевый журнал. Честно скажу, жаль, что не присутствует никто из студентов, потому что они все время тоже кристально вложились и хотели это все создать. Но они и преследовали устую коммерческую цель, будем так говорить. То есть в итоге этот журнал стал превалировать. Я одной фирмы над другими, и, собственно, я стал судьбы коммерческим. Потом из какого-то из 2008 года и мы этот продукт остановили. На сегодняшний день мы немножко переформатировали весь продукт. У нас был 9-й год «Подумать», у нас был 10-й год на общение очень долгий, кстати, со всеми участниками рынка, да? Потому что на самом деле тут вот как раз возникает тот момент, о котором, наверное, все упомянули с пользой. Это вот то самое платить-не платить, это значит участвовать-не участвовать за деньги, да, и так далее. То есть на самом деле, когда такое СМИ создается, все изначально думают, что кто-то вложит максимальное количество денег, да? А остальные, допустим, присоединятся к нему, да? Но в данном случае, то есть в первом этапе, ну, в 2008 году, имели опыт крупных инвесторов, да? То есть, соответственно, проект был в итоге заточен под этих инвесторов. То есть был, как говорится, момент. В 2010 году, в 2011 году у нас тоже, как говорится, крупные информационные, в данном случае, не финансовые партнеры в Министерстве промышленности Омской области, да? То есть они уже в конце 2010 года и в начале 2011 года, они очень хорошо помогли нам в информационном плане запуску. Но, как говорится, собственно говоря, финансовую нагрузку здесь несет целиком издательская компания «Директория», которая также представляет, да? И, соответственно, вот эти все задачи издания, которые вот Галина Николаевна правильно сказала, да? Что вот мы здесь все говорим, да, вот об этих всех вещах. То есть обратиться к официальному ресурсу и сказать, давайте это все сделаем. Ну, не можно совсем все официально не сделать, но через какое-то время интерес попадает. То есть поэтому мы сейчас идем вперед, мы, как бы, естественно, не отказываемся ни от чьих вещей, мы используем все ресурсы, какие возможно. Но вот вы видели номер два, там, который у вас лежит такой серенькой обложечкой, да? Это называется «Омская область 3». Это был тест нашей технологии с неестественного промышленности Омской области. То есть целиком попытаться сделать журналы близкие тому, что хотят наши члены. А вот немножко, как бы, мы, может быть, тогда взяли тоже крен в другую сторону. Ну, вот сейчас у нас классика, это вот номер, который последний вышел, где там группа компании «Титан классная фотография» «Экрану на обложке», да? Вот это то, что все-таки нам больше нравится. Мы уходим в статейного материала, который целиком охватывает «Техноспел», и, собственно говоря, на то, что вот эти задачи издания не обращены, мы сейчас к ним подходим. То есть мы говорим о универсальном информационном ресурсе, который станет отрасленным. Мы не говорим о том, что «Техноспера» станет главным техническим журналом города Омска и так далее, но тем не менее идея сейчас, на данный момент, вот она простучала здесь в воздухе, да? И мы примерно вот пытаемся этой концепции соответствовать. Сегодняшний разговор, который вот здесь состоялся, он будет дальше отражаться в этом издании. То есть мы как бы пытаемся вновить вектор, то, что как бы народ, собственно говоря, специалисты хотят видеть от СМИ. Ну, идем дальше, то есть мы тут не будем акцентироваться на «Доброе» и так далее, то есть предложения для партнеров. Вот, о чем бы хотелось поговорить в плане «Техноспер». То есть, наверное, тут есть еще такая идея существования у нас в процессе. Но я это громко и дискутивно предложу, то есть дальше, соответственно говоря, если он заинтересует, можно отдельно пообщаться. То есть мы хотели создать что-то типа каталога электронного джанка, соответственно, по базе предприятий Омска. Ну, это один вопрос, один момент, он такой более рекламный. И вот момент номер два, который может быть пиаром и рекламой интересной для всех, да? То есть потому что в городе Омске вообще нет никакой технической номинации, никакой технической премии. Вот у нас, грубо говоря, подошли итоги года. Вы же меня, конечно, извините, я пил в Омское медисообщество, организацию «Большой оборудов» и «Булыги». Они здесь специально собрались по пиарности, которые материалы написали, отметили, сказали, это великолепно, это интересно, это пиар. Но на самом деле у Техно-Омска, у нас же тоже много чего в 2010 году попытались сделать и так далее. Мы могли тоже провести свою номинацию в своем сообществе, как-то это все отправлять в прессе и создать это. Но я не говорю, что это был пиар-журнал о Техно-Омске, я говорю, что это можно обозвать именно той ассоциацией, о которой мы сейчас с вами говорим. А пока эта идея пошла о Техно-Омске, поэтому она завершилась здесь как портал наш Техно-Омск называется. Ну и, соответственно, создание ассоциаций – это то, что мы практически сейчас говорим. Время экономии обозначает, это привлекать студентов, то есть это вот омск будущего, что-то подобное. То есть это еще одно изнаправление нашей работы, потому что то, что мы сейчас о чем-то говорим, то есть некоммерческое партнерство, общественная организация, то есть мы, грубо говоря, можем через какое-то время сформировать то самое будущее, которое все, как мы видим, в своих проектах. Ну, соответственно, здесь очень большой класс взаимодействия. И если потом все презентацию вам получите на электронную почту, поэтому его глаза можно не ломать, за много всего написано. Да, активно, вот последний пункт – активно работать с молодежью, проводить конкурсы на лучшие идеи, разработки и так далее. Ну, мы электронку все выпускаем, соответственно, на территории операции тоже. То есть, наверное, практически все, то есть и тогда я с удовольствием жду вас уже на следующем мероприятии. Продолжение следует...